Привет! Это Ребуан! Друзья, под предыдущей реакцией на ужасы черепашек ниндзя вы собрали нужное количество лайков и просмотров, за что вам огромное спасибо. Поэтому, как я и обещал, сегодня я посмотрю ещё очередные ужасы черепашек ниндзя, а именно про крипа. И я не знаю абсолютно, кто это такой, потому что этот сериал я ещё не смотрел. Смотрел только черепах 80-х годов и немножечко 2003-го, а всех остальных вообще я как бы не смотрел и не знаю, какие там у них есть противники. Так что давайте его сегодня посмотрим, и если вы хотите увидеть от меня ещё реакции на ужасы черепашек ниндзя, давайте под этим видосом тоже соберём 7000 просмотров, 1000 лайков, будет ещё одна реакция, насколько я помню, там ещё как минимум один ролик есть, даже, наверное, два. Набираем, и будет реакция ещё на один ролик звёздного капитана про черепах ниндзя. А теперь, погнали смотреть про крипа. В данном видео я расскажу вам о крипе, которого показали в мультсериале черепашки ниндзя. Окей. Вы узнаете о его способностях происхождения. Что-то он как-то немножко на Джейсона похож. О последующих мутациях и о многом другом. Окей. Я в который раз убеждаюсь, что это мультик ужас... ужасы какие-то, потому что вряд ли детям такое можно смотреть. Если вам всё понравится, то новые монстры из вселенной черепахи... Уверен, что понравится. И лайкучих надо поставить сразу. Друзья, вы... Какие-то странные черепахи на самом деле. Я вот помню черепахи 80-х годов. Там такой жести никогда не было. Выли только жареные гвозди и всё. Вы когда-нибудь хотели научиться делать мультфильмы? Ага. Может быть... Так, это у нас рекламочка. Давайте перемотаем. Или... На него... Хочешь... Супер-мультформер... Крип... А, вот. ...кроется о том, как делают мультфильмы. Ссылка на канал также в описании. Окей. Итак, Крип. На русский, помимо указанного имени, его также переводят как псих или шиз. А, охренеть вообще. Взяли, обосрали бедного антагониста. На свет это существо появилось, как бы странно это ни звучало, из блевота Леонардо. Чё, что? Что? Серьёзно? Чё курили создатели вообще? Вырвало его в свою очередь после употребления лекарственной мутагенной смеси, приготовленной Донателло. Окей. Последний думал, что созданная им жижа поможет Лео быстрее восстановиться после полученных повреждений. Но в итоге мутагенной... Она взрывается ещё, прикиньте, он бы выпил, у него в желудке она взорвалась. Мутагенный стимпак сделал только хуже, вызвав тошноту и помутнение сознания. Так. Вкус как у того, что выходит наружу, а не внутрь входит. Но оно и выйдет потом наружу. После того, как организм черепахи отторг смесь, она вступила в контакт с растущей вокруг зеленью, давая жизнь болотной твари по имени Крип. Это как Леший какой-нибудь из Марвел, либо болотная тварь как раз-таки из DC, да? С тем, как продолжить, давайте чуть подробнее поговорим о том, почему же всё так получилось. Давай. С причином в мутагене особой жидкой субстанции, получаемой при дойке гигантских червей кратотрагонов. Что, простите? Дойки гигантских червей? Это чё, они как коровы, что ли? Кажется, у меня нет такой большой клюшки. Это же, что в своих жутких экспериментах использовали Крэнги, родные пришельцы, принадлежащие к расе Утромов. При контакте мутаген... А, у них есть даже название у этой расы, я думал их Крэнги называют, ладно. ...вызывает серьёзные изменения на генетическом уровне. Окей. Лечень возможных мутаций огромен. Подопытный может увеличиться в размерах или стать гением. Может произойти слияние с металлами... А можно мне, пожалуйста, такую штуку? Буду гением. ...это, как и соединение двух разных организмов. Не, серьёзно, это реально ужастик какой-то. Какого хрена там так много монстров? ...частым эффектом было получение гибрида, состоящего из самой жертвы и ДНК последнего существа, с которым она вступала в контакт. Например, человек потрогал белку и после контакта смут... Человек-белка, что ли? Это девочка-белка из Марвелда. ...потеном превратился в белка-мэна. Белка-мэн. Это, по-моему, не белка-мэн, это просто чумная белка. Как вы понимаете, возможных вариантов воздействия мутагена было очень много. Ну, да. И в данном видео я не буду заниматься его полноценным разбором. О, ну как? Ну как так-то? Мы же хотели послушать. Будем тогда ждать видео про именно этот мутаген. Какая досада! Что же нам с вами нужно знать про обсуждаемого монстра-крипа? Так. Сначала давайте пройдёмся по отсылкам, а после уже обсудим всё остальное. Давай. Ну я же вначале сказал то, что он прям очень похож на Джейсона. ...тем своим видом указывает, что её срисовали с крайне популярного персонажа по имени Джейсон Вурхес, который выступает главным злодеем в жирной франшизе «Пятница 12-е». От количества намёков можно захлебнуться. Сразу после своего появления на свет Крис тащил с огородного пугала комбинезон, производителем которого была фирма Вурхес. А, серьёзно? Я не вижу просто, что там написано, ладно? Тут же он украл и мешок с прорезью для одного глаза, совсем как фильм... А Джейсон носил мешок с прорезью для одного глаза, не помню. ...пятница 13-я часть 2-я, которая вышла в 1981 году. Да, неплохо. Чуть позже Крип заменил её на хоккейную маску Кейси Джонса. Вот, вот. ...то же самое сделал и Джейсон в третьей части. Что, серьёзно? Джейсон оделал свою популя... Ой, знаменитую маску только в третьей части? Ни хрена, не знал об этом. Не опугать, не смешно. Оба обсуждаемых существа не разговаривают, а лишь ворчат и кряхтят. Старики, блин, ворчуны. ...руковой эффект, указывающий на присутствие монстра в кадре. Так. ...плюс Крип обустроил алтарь в честь лекарственного мутагена Донателло. Ни хрена себе, я поклоняюсь лекарственному мутагену. Совсем как и в Урхис, только в его случае была голова его мамашки. Серьёзно? Я не понял такого? Ну я не всё 513-ю смотрел, наверное, старый даже ни одного. Один более-менее новый, который в 2000-х годах выходил. Теперь давайте обсудим способности монстра. Давай. Как обычно, первым пунктом идёт сверхъестественная физическая сила. Ну по нему заметно, он, блин, огромный. Этот показатель крипа превосходит возможности всех черепах вместе взятых. Но потому бой без хоть какой-то вменяемой тактики обречён на провал. Более сильные или даже скорее опытные противники уже будут представлять серьёзную угрозу, вынуждая нашего монстра действовать более осторожно. Он даже умеет действовать осторожно? Прикол. Нифига себе. Нифига себе! На невероятном уровне находится и прочность. На крипа слабо влияют почти любые атаки. Потому что он походу сделал чисто из травы, типа. Ему рубили голову, протыкали тело и отрубали конечности. Но особых проблем подобной неудачи у него не вызывали. Конечно, можно ненадолго обездвижить существо или же оглушить сбив машиной. Но это будет лишь временным решением проблемы. Ну его, наверное, сжечь можно, я не знаю, например. Там чё, ещё большой богомол был? Стоит помнить и про одну важную анатомическую особенность нашего существа. Ну-ка. Про почти моментальную регенерацию. Отрубленная рука прирастает обратно за считанные секунды. А, прирастает, а не новая отрастает? А вырванный кусок травяной плоти из головы тут же затягивается. Неплохо. Везёт же ему. Крик очень лодкий быстрый мутант. Кажется немного странным, что передвигаясь лишь шагом, он способен обгонять бегущую добычу. Но всё... Каким это образом? Чувак просто идёт шагом и обгоняет бегущего? Это как? Это является очередной отсылкой к Джейсону Вурхезу, который также внезапно появляется перед своей жертвой. А, ну он может перемещается как-нибудь? А ещё можно объяснить подобную быстроту хлорокинезом, способностью управлять растениями. Возможно, Крип использует их, словно Человек-паук, Паутину. А почему бы и нет? Шазам! Давай, 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 Паутина, давай! Блин, чё, пересмотреть, что ли, Человека-паука, то и зря, что ли, я сейчас вот славил ностальгию. Ха-ха-ха-ха! Также хлорокинез заметно улучшает навык скрытности, позволяя монстру сливаться с окружением. Правда, для этого нужно находиться в лесу или богатый на зелень местности. Кстати, управление растениями позволяет использовать их в атакующих целях и для ловли противника. Плюс конечности самой болотной твари могут удлиняться по меньшей мере на 10 метров. Герна себе! Менятся описанным только что способом. Лео! Такое лицо. Другой важной способностью Крипа является поглощение мутагена из любых мутантов. Для него такая процедура сродни подзарядке. Если хотите, то жертву монстра можно назвать удобрением. Что не так уж и далеко от истины, учитывая, что Крип это мутированное растение. Логично. Не понял. Как бы то ни было, так... Он что, Леонардо всосал? Ой, у Рафаэля всосал, что ли? Такое поглощение не только делает нашу блевотную тварь более сильной. Блевотная тварь. Хорошее название! Но и позволяет еще быстрее исцелять полученные повреждения. Помимо поглощения, Крип может и отдавать мутагены своего тела другим существам. Зачем? Созывается такая способность хлорокинетической мутации. И позволяет создавать новых мутантов, мутировать уже существующих. Фига себе, он что может сделать себе армию, что ли? Даже клонировать разных монстров, имея в наличии всего лишь небольшой их фрагмент. Фига. А вот интересно, интеллект у него какой. Так, например, Крип может превращать любых существ в живые растения. После чего использовать их в качестве пищи. Также он создал клон Змеек Вьюна, имея в наличии всего лишь одну его клешню. Сам Змей Вьюн появился еще в первом сезоне мультсериала. Его клон, прозванный Черепахами Сыном, имеет идентичные способности. А вот сейчас богомол. У него множество длинных конечностей в виде лиан, которыми он может атаковать или ловить свою добычу. Имеется и более внушительное оружие в виде упомянутых ранее клешней. Обладается нишком внушительными регенерационными способностями и прочностью. Он не только может восстанавливать отрубленные части тела, но и... Здесь он выглядит прям очень дохлым. ...выживает после сжигания и заморозки. Нифига себе. Даже если его полностью сожгут, он из пепла, что ли, восстанет? Прямо как Феникс. А еще он может выстреливать особыми семенами, с помощью которых можно выслеживать помеченную жертву. У Крипа есть... Блин, вообще удобная способность. ...с несколько слабостей. Во-первых, можно выкачать из него весь мутаген, превратив в шматок в вонючей слизи. Все-таки можно, да? Просто вот когда капитан сказал про то, что он подзаряжается мутагеном из других существ, я такой подумал, а если у него он закончится, например, или вот его выкачать, то что, он проиграет? Второй важной уязвимостью является огонь. Все-таки огонь тоже, как я предположил, типа, если его сжечь... Нормально, понял, хорошо. Какой? Значит, его надо просто сжечь и подальше от мутагена засунуть. Например, при совмещении остатков Крипа и клона Змей Квьюна, на свет может появиться гигантское безобразное нечто, именуемое Крипвьюном. Оригинальное название, просто совместили два. Этот монстр будет сочетать в себе способности обоих своих родителей, плюс обзаведется парочкой новых. Жесть. На месте остается сверхъестественная сила, ловкость, прочность, хлорокинетические возможности и многое другое. Регенерация возрастает до запредельного уровня, что делает уничтожение этого существа физическим способом практически невыполнимой задачей. Интересно, а там что, магия есть еще какая-то? Магией можно его уничтожить или как? Ля... А, ну магией, по-моему, да, была, типа. Ля... Важной особенностью Крипвьюна стала новая система питания. Монстр попросту ловил живых существ и помещал их в органические капсулы, растущие из его тела. Фига себе, матрица. В них жертва медленно перерабатывалась в питательные коктейли. Для более простой ловли своей добычи Крипвьюн применял усыпляющий газ, который выделялся из его тела и покрывал всю территорию в месте обитания создания. Чё-то какие-то противники у черепашек имбовые все. Слабостей у Крипвьюна было не так уж и много, но все они были критическими. Никуда не пропала уязвимость перед огнем. Однако самым эффективным оружием был, само собой, ретро-мутаген. Я думал, это пивас он ему в рот заливает. Типа сейчас набухается и сдохнет. Сработанный Донателло. Он позволял вернуть Крипв в состояние болотной жижи. После очередного применения, монстр стал ожидать нового удобного случая вырваться на свободу. Фига себе, просто исчез. Это все на сегодня. Если вам понравилось... Понравилось. Лайкусик я поставил. Офигенный ролик, как обычно. Спаси... Что это? Блеводина какая-то с конфетками. Спасибо, если вы хотели говорящую черепаху, знайте, что выпитый вами кефир был тухлым. Донни? Скажи что-нибудь. Я выпил тухлый кефир. Донни. В данном видео я расскажу о Мак-Рипе, которого показали в мульт... Причина в мутагене особой жидкой субстанции, получаемой при дойке гигантских червей... Завелся. Особой жидкой субстанции, получаемой при дойке гигантских червей кратататонгов... Крататрагонов... 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 Татрогонов... Крататрагонов... Особой жидкой субстанции, получаемой при дойке гигантских червей крататататго... Понимаю, я бы тоже, наверное, не смог произнести это слово. Монстр попросту ловил живых существ, помещал их в анонические капсулы... Анонические? О, тут про Хайду у него даже есть ролик про Люциферы. Ммм, неплохо. Короче, видос получился, как обычно, интересным. Я... Что я? Я до сих пор хочу посмотреть этот мультик, но времени у меня, как обычно, не бывает. Может быть, когда-нибудь глянем его. Вряд ли, конечно, на Твиче получится, потому что его, увы, забанили. Но видос офигенный, лайкусики я уже поставил под роликом Звездного Капитана. Но если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Собираем 7000 просмотров, 1000 лайков, будет реакция и еще один ролик по ужасам Черепашек-ниндзя. Ну а с вами, как всегда, был Реборн, всем спасибо за просмотр, всем пока!